Уральский магнит Мы всегда с трепетом ждем этих людей И сегодняшнее наше выступление посвящено детям войны И помогать будет актив нашего музея Я хочу сказать, что здесь люди из города Кудымкара Из Карпинска, Свердловской области Из Пельми, из Гремячинска, из Чусового Ну и конечно, наша мысль Если скажут слово Родина Сразу в памяти встает Мощный дуб В саду Смородина Старый тополь у ворот У реки березка скромница И ромашковый пугов А другие, наверное, вспомнится Лысинский школьный наш двор И листья и пятмаков красная Золотая целина Родина бывает разная Но у всех она одна На рассвете 22 июня 1941 года Началась Великая Отечественная война Долгие четыре года До 9 мая 1945 года Наши прадеды воролись за освобождение Родины От фашистской Германии Они делали это ради будущих поколений Это значит для нас с вами И поэтому Мы сейчас должны рассказывать Про эту справедливую войну Нашим детям Нашим братьям и сестрам Чтобы мы никогда не забывали Их подвигов Наша программа сегодня называется Дети войны Наступает минута прощания Ты глядишь, мне тревожна глаза И лопну я родное дыхание А вдали уже дышит гроза Дрогнул воздух туманный и синий И тревога коснулась весна И зовет нас снова дверь к России Веет ветром под шагом таком Прощай, отчий край Ты нас вспоминай Прощай, милый взгляд Прости, прощай, прости, прощай Прощай, отчий край Ты нас вспоминай Прощай, милый взгляд Не все из нас придут в глаза Прощай, милый взгляд Прощай, отчий край Прощай, отчий край Прощай, отчий край Ты нас вспоминай Прощай, милый взгляд Не все из нас придут назад Восемнадцать, девятнадцать и двадцать лет Из каждых сто ребят Этого возраста ушедших на фронт Девяносто семь не вернулись Девяносто семь из ста Вот она война Война Это тысяча семьсот двадцать пять разрушенных И сожженных городов и поселков Свыше семидесяти тысяч сел и деревень В нашей стране Война Это тридцать две тысячи взорванных заводов и фабрик Шестьдесят пять тысяч километров Железнодорожных путей Война Это девятьсот дней и ночей Блокатного Ленинграда Это сто двадцать пять граммов хлеба в сутки Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей Война Это двенадцать-двадцать часов у станка в день Это урожай, выросший на соленой от пота земле Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты Война От Бреста до Москвы тысячи километров От Москвы до Берлина тысяча шестьсот Итого две тысячи шестьсот километров Это если считать по прямой Кажется, мало, правда Самолетом примерно четыре часа А вот перебежками и по-пластунски четыре года Тысяча четыреста восемнадцать дней Мирный труд людей оборвала война Но народ поднялся на защиту Родины Страна превратилась в огромный боевой лагерь Уходили на войну наши деды, отцы Уходили мальчишки и девчонки В первые дни войны из нашего города ушло более 14 тысяч добровольцев Оставив свои рабочие места в поле, на пабликах, на заводах И на их местах пришли домохозяйки и домодростки Выдержали железную стойкость Отвагу и героизм проявляли выпускники ремесленных училищ Заменив у заводских станков отцов, ушедших на фронт Они плавили сталь, штамповали каски, шили подшлемники Прокатывали металл, испытывали каски в заводском теле В годы войны Лысинский металлургический завод назывался как завод номер 700 Линия фронта проходила через цеха наших заводов Здесь у станков, у рабочих мест люди забыли о сне и отдыхе Трудящиеся нашего уральского города вели борьбу за свободу и независимость своей родины Сотни женщин, девушек и подростков заменили мужчин, ушедших на фронт Они обладели мужскими профессиями Раскрыли в себе невиданные силы Работая за двоих, за троих, за десятерых Город наш стал фронтом Наряду с взрослыми в различных отраслях производства трудились подростки Задорные и веселые, любознательные и пытливые Они в каждой профессии быстро становились настоящими мастерами своего дела Нужна была железная воля Чтобы в короткий срок научить их работать Профессионально воспитать Поставить каждого на свое место В городе была развернута массовая подготовка И переподготовка кадров на короткосрочных курсах и в школах Они работали и учились с поражающей быстротой Овладевая нужными и сложными профессиями Дети войны возрослели под гроб от снарядов Вам, колыбельные, петь матерям не пришлось Вы не носили красивых и пышных нарядов Пули свинцового детства от вас унеслось Дети войны провожали отцов молчаливо Все понимая, пришел расставание час От матерей своих прятались слезы стыдливо Не поднимая опущенных глаз Дети войны на заводах отцов заменили Все для победы, для фронта был лозунг один Жили в цехах, за станками И ели, и пили, ночи не спали Но верили, мы победим Как жилось в наших подростках Мы узнавали наших прадедов, прабабушек Они рассказывали, как тяжело было трудиться на заводе В поле, как помогали они в госпиталях Акимова Таида, когда ей было всего 15 лет Она уже работала на заводе номер 700 Кроме основной работы Ей приходилось разгружать вагоны И чистить железнодорожные пути Разгружать вагоны Столько, что с пришедшим с фронта металлоломом Людмила Мостокова, прибыв из Башкирии В начале войны, работала на заводе Вспоминала концерты в подшефном госпитале Находившемся в школе номер один Выступали перед ранеными солдатами Забыв об усталости Чтобы хоть как-то помочь выздоровлению Писали письма близким Аликин Василий В 14 лет он окончил ФЗО И работал раздельщиком на жестебрикатном цехе В неимоверно адских условиях Температура около стана Возле грязных и скаленных кусков железа Достигала 60 градусов Не мог понять, откуда силы брались Кузнечик Миропея во время войны Училась в школе Помогала взрослым на всех колхозных работах Управлялась лошадьми Перевозила зерно Солома в любую погоду Часто одна Иногда нападали в горы Силы придавала только вера в победу Михайкова Надежда Сразу после окончания училища Стала работать в 13-м цехе За одну смену нужно было обточить Более трех тысяч боеголовок снарядов Часто вызывали на субботники Полежаев Борис Поминал свое голодное детство Жили в маленькой избушке Вдвоем с мамой Ему было тогда всего лет пять Мама ходила на работу рано Потемно Оставляя его одного В остывающей избе Кусок черствого хлеба Да и луковка Вот вся его еда Надя К вечеру даже вода в кадушке остывала Пустую похлебку варили только вечером Когда топилась печь Молились с мамой вдвоем Выжить Победы дождаться И выжили Борис получил высшее образование Работал конструктором на этом же заводе Стал известным в Лысли поэта Хмеляр Анна Работала на заводе номер 700 В четвертом цехе По 12 часов в сутки Всю войну наравне со взрослым После войны Она стала работать в нашей школе И получила педагогическое образование Имеет звание Заслуженный учитель России Говоря о детях войны Нельзя не вспомнить Детей Ленинграда И об этом Говорят и расскажут наши друзья Из Кутынка 8 сентября 1941 года Начало блокады Ленинграда 27 января 1944 года Прорыв блокады Ленинграда 3 года и 6 месяцев Шла борьба за жизнь Ленинграда Во время блокады В городе оставалось 2 миллиона 500 тысяч Мирных жителей И среди них 400 тысяч Детей и подростков С осени Начался голод Продукты выдавали По карточкам Норма На каждого ребенка Доходила до 125 граммов Смерть Заходила в каждую семью В каждую семью Оставшуюся в этом городе К тому же Природа сама Приготовила Страшные испытания Всем жителям Зима 1941-1942 года Пришла очень рано И была И очень суровая В городе закончились Запасы топлива Воды И ленинградцы Ходили За водой На реку Неву Ходили под обстрел И зимой Добывали воду Прорубы Морозного Ленинграда Даже в феврале Температура Держалась Ниже 30 градусов Мороза Голодные Обессиленные Люди Мерзли И на улицах И в домах Потому что Отопления Тоже не было Голод пронизывал Всех людей Но они все равно Жили И не просто Жили Но еще и Они все Отоработали Лишь дорога Жизни По Ладовскому озеру Соединяла Тыл С городом Зимой Перебирались На машинах И лошадях Летом На катерах И баржах Маленькие Ленинградцы Выдержали Все Все трудности Наравне Со взрослыми Но в это время Работали И школы И они успевали И учиться В школах А после школы Занимались Тем Кому Что было По плечу Старшеклассники Уходили В ополчение И Брали И даже Стреляли С винтовок А Помладшие Ребята Работали На заводах И Санитарами В госпиталях В больницах Каждый помогал Всем Чем мог Особенно Дети помогали Во время Обстрелов Они Забирались На крыши И гасили Зажигалки Носили Воду Ну А в другое Время Приходили В госпиталя Устраивали Концерты Подбадривали Раненых Еще Они могли Помогать Милиционерам Искать Шпионов Каждый Ленинградец Был Солдатом Тысячи Человек Были награждены Орденами И медалями За оборону Ленинграда В том числе И дети Медалями За оборону Ленинграда Были Награждены 15 тысяч Юных школьников Ленинграда По динаме Ленина Были Награждены 12 Человек Орденом Красного Знамени 86 Человек Орденом Красной Звезды 126 Человек Виталию За боевые Заслуги 418 Человек Орденом За отвагу 93 Человека 5 5 Девочек Сам Дружинниц Были Удостоены Звания Героя Советского Союза Мы Помним Подвиг Ленинграда Помним Подвиг Мальчишек И девчонок Твердо Стоявших У стен С родного Города Аплодисмент 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 Мальчишки Мальчишки Устен Ленинграда На парте Осталась Раскрытой Тетрадь Не выпало Им Дописать Дочитать Когда Напалились На город Фугасные Бомбы И Голод И Мы Никогда Не Забудем С тобой Как Наши Ровесники Прияли Бой Им Было Всего Лишь Тринадцать Но Были Они Ленинградцы Им Было Всего Лишь Грязность Но Были Они Ленинградцы И Был Фронт Не Прекращающий Бои И Были Окупированы Фашистами Дерек Как Там Боролись Против Врага Нам Расскажут Друзья Из Города Карпинска Из Свердловской Области Прошу Уходили Уходили мальчики На плечах Великая Отечествен Великая Отечественная Война Тяжелый 1942 Год Немцы Рвались К Сталинграду Недалеко От Сталинграда На хуторе Жила Семья Тимонина Отец Противоположности Своему Брату Хулиганистый Но Любознательный Часто Он Сотворял Всякие Проказы Отец Наказывал Дум Но Он Никогда Не обижался Мальчики Прямо Дружили Последнее время Ребята Часто Шептались И Советовались Шептались И Совещались Они Решили Организовать Свой Ребячий Гарнизон По Борьбе С Машистами Чтобы Помогать Красной Парни Босоногий Гарнизон Вырос За Считан Недми Однажды Ребята Пошли В лес Вечером Не вернулись А вернулись Только утром Довольные Радостные Поход В лес Это и была Первая Разведка И очень Удачная Они Нашли Немецкий Склад С оружием Ящик Патронов И 12 Кунтов Ребята Не могли Унести И решили Передать Красноармейцам Которые Были На Внутри Но Вернувшись Красноармейцы Уже Шли Из Кутера Поэтому Ребята Взяли Себе Одну Винтовку На Гарнизон А Остальное Оружие Перепрятали Вскоре Вскоре Футер Заняли Немцы И Навели Свои Порядки За Неповиновение Расстрел Но Нашелся Предатель Бывший Тракторист Устин Поклонился Немцам И они Сделали Его Старостой Ребята Тимошка И Аксен В тот же Вечер Вооружившись Камнями Рогатками Обстреляли Окна Ненавистного Предателя На шум Бежали Немцы Но Ребята Успели Скрыться Однажды Тимошка Обнаружил Склад Амбар В котором Немцы Хранили Продукты Он сумел Хорошенько Все разведать И ребята Ночью Пробрались В этот склад И Заметно Поубавили Немецкие Припасы Когда ребята Возвращались Домой Они за деревней Обнаружили Раненого Красноармейца Это был Николай Свиридов Рассказывает Николай Свиридов Наша Дивизия Вела Тяжелый Болить Под Сталинградом Мой Взвод Прикрывал Переправу Станицы Голубинской В ночном Бою Я был Контужен Очнулся Уже В пленок Там Встретил Двух Своих Однополчан И мы Решили Бежать При удобном Случай Нам это Удалось Голодные Мы пробирались К линии Фронта Голод Вынудил нас Зайти В деревню Там Нас Спустил В дом Один Мужчина Поставил На стол Еду И сам Вышел Только мы Стали есть Услышали Голоса Это он Привел Немцев Мы бросились Бежать По нам Открыли Огонь Двоих Моих Товарищей Схватили Я успел Добежать До врага И скрылся Но был Ранен В ногу Шел Дальше От раны Ослабел Лежало Ручья Потерял Сознание Очнулся Увидел Перед собой Подростка В картузе Это был Аксен Каждый вечер Ребята Приносили Мне еду Делали Перевязки Когда я оправился Решил Идти дальше Но они Почему-то Не пришли А предателем Этим Староста Кустин Когда Мальчишки Спасли Красноармейца Из разговора С ним Они узнали О том Что фашисты Обманывают Население Говоря о том Что Красная Армия Отступает Надо Обязательно Повезти К населению Решение Пришло Сразу Рестовка Через два дня Хутор сполошился На стенах Сельсовета Висела Листовка Написана На обычном Кетрадном Лиске Детским Очерком Тремя Разными Карандашами Товарищи Не верьте Гадам Советская Власть Что советская Власть Разбита Сталинград Наш Скоро Наши Будут Здесь Не верьте Сволочам Внизу Красовалась Красная Звезда И попасть Партизан Теперь Продовольствие Ценных бумаг Оружие Немцы Даже Сволочились И начинали Бояться Они думали Что Хутор окружили Партизан Им даже В голову Приходило Что Мальчишки Босоногие Голодные Толодные 9-14 лет Были Способны На Такие Героические Поступки Только Предатель Стим Все Время За ними Наблюдал И К сожалению Нужно Судить Никогда Не верьте Кто Вам Фашистские Люди Они Никогда Не были Люди И Поэтому Они Все-таки Начали Своё Кровавое Дело Первым Они схватили Ваню Махина Они Его Пытали Избивали А потом Началась Облава Схватили 17 Детей Они Только Тимоха Тимонин Убегал Пытался Убежать Отстреливался Но Его Поймали И Жестоко Избили Всех И бросили Черный Фургон Машину С Маленьким Ахонцем Туда же Затолкали Тимонина Филиппа Отца Аксена И Тимон Головлёву Дарья Мать Константина Сахонову Мать Емельяна Там Оконце Было Маленькое Но Все-таки Ребята Были Худенькие Могли Убежать Но Комендант Так Им Сказал Если Кто-то Попытается Убегать Все Жители Дерекли Будут Расстреляны И Они Остались Их Пытали Мучили Избивали Каждый День И Без сил Уже Они Не могли Идти Их Волокили За руки За ноги И обратно Бросали Постоянный Ябл Он Был Очень Холод А Дети В машине Были Полураздеты Мой Младшенький Вспоминает Филипп Федорович Тимонин Говорит Папа Посмотри Может быть Наши Близко Он Тогда Убежал Бек А Назаркин Никипор У которого Отец Служил В Красной Армии Он Всю Ночь Бредил Последний Раз Папа Повидать Мой Костик Вспоминает Коловлева Дарья Ивановна Без дрожит Зубки Стучат Прижался Ко мне Я накрыла Его собой Так вот Сидим И ждем Смерти Как это Страшно Лучше Вы меня Убили Чем Ребенка Я Костика Часто По ночам Бежу Он Как тогда В машине Все Жмется Ко мне И говорит Мама Ко мне Ко мне И вот Наступил 7 ноября 1942 Года Это был Прекрасный День Раньше До войны Праздник Всего Советского Народа День Великой Октябрьской Социалистической Революции Но фашистские Изуверы Используют Этот день Своих Целей Они Согнали Всех людей На площади И объявили Что 10 Детей Из 17 Будут Расстрелы Они Погнали Вывели Из Десятерых Из Машины И Погнали На кран Кутан Сынки Мои Сынки Кричит Филипп Кимоний Прощай Батя Крикнул Оксен Их Заперли Загнали Сынки Выродил Первый Петер Крестьяне Подъявил Ивачик Эти маленькие Бандиты Служили Советской Россией И Будут Расстреляны Все Красные Будут Убиты Я Уже Раздался Звонкий Мальчишечки Голос Это Крикнул Тимофей Тимоний Пятерых Ребят Подвели К силосной Яме К Аксену Подошел Стар Стоустин На том Свете Сказал Он Видимся Отойди С Волозь Говорит Аксен Придут Наши И Отомстят Десять Ребят Были Расстреляны На миг Выглянуло Солнце Из-за Туч Казалось Сама Земля Прощается Со Своими Детьми Так Погибли Мальчишки Герои Егоров Коля Двенадцать Лет Горин Вася Двенадцать Тимонин Тимофей Двенадцать Лет Тимонин Аксен Четвернадцать Лет Егоров Николаев Двенадцать Лет Манышин Семен Девять Лет Исофонов Емелья Двенадцать Лет Назаркин Никифор Двенадцать Лет Махин Иван Девять Лет Константин Двенадцать Лет Все-таки Правым Оказался Арсен Тимонин Вскоре Пришли Наши Войска И Старосту С плотинами Расстреляли И народно На площади А с медом Расстреляли И коменданта Курта На фотографии На стенде Нечетко Изображены Мальцы Совсем Еще Ведь дети Солдаты Мировой Войны Они Снимались Предвойною По одному А где По два И было Небо Голубое Была Зеленая Трава Забыть Тот Горький Год Неблизкий Мы Никогда Б Не смогли По всей России Обелиски Как души Рвутся Из земли Они Закрыли Жизнь Собой Жить Начинавшие Два И было Небо Голубое Была Зеленая Трава Зеленая Шмир Зеленая 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 Жаль Мальчишки В бою Зеленая В ромни Верои Навечно Остались ПЕСНЯ 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 А если в свой последний час нам повстречать в бою смертельно, Земля родная, помни нас, и всех, и каждого отдельно. А если в свой последний час найдем в бою смертельно, Земля родная, помни нас, и всех, и каждого отдельно, Расти на кроссе на полях, в своем названии Россия, Земля родимая, земля, ты нелегко сынов растила, И за рассвет твоей судьбе, сражаясь в этот час суровый, Мы б возвратить земля тебе, мы б возвратить тебе, сполна свой долг готовый. А если в свой последний час нам повстречать в бою смертельно, Земля родная, помни нас, и всех, и каждого отдельно, А если в свой последний час найдем в бою смертельно, Земля родная, помни нас, и всех, и каждого отдельно. Не смею говорить я о войне, но я скажу, есть родственная память, Не дай нам Бог увидеть и во сне того, что было пережито вами. Не смею говорить я о любви, я не прощался с милой пословянкой, Не разлучались с ней у нас бои, снаряды, самолеты, танки. Не смею говорить я о беде, не иссыхал от голода в блокадном, Но я скажу о крашенной звезде, что дождя ржавеет на отрадном. Но я скажу о слезах матерей, что у кошка не дождались сына, Но я скажу, товарищ мой, налей за дедов и отцов седины. Но я скажу, товарищ, поклонись защитникам Отечества России И постарайся лучше сделать жизнь для тех, кто в жертву жизни приносили. Ни слова вам не скажет о войне и тот, кто мне прошел все муки ада. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Прошу, друзья, сейчас, поверьте мне, его про это спрашивать не надо. Она принесла не только горе испытания. В те суровые годы проявились лучшие качества нашего народа. Наши люди стали крепче. Они стали дружнее. Они смогли стать сильными, восстановить. А где-то и заново отстроить страну, в которой мы с вами, ребята, сейчас и живем. Настоящая духовная мощь России живет в наших сердцах, в сердцах наших людей. Ребята, в ваших сердцах. Россия для вас, ребята. Из заключения, последние приз. Небо, зеркальное небо, огромные звезды в небе огни. Исповедь тайная горница, скромная в косу, сплетенные дни. Добрая, милая, ласка и удержена чистой водой родника. С новыми силами ясная, снежная, бурная, словно река. В чем Россия счастье в твоем? В чем же сила русской земли? Счастье в том, что сердце поет, о твоих просторах давит. В чем Россия жизнь и мечта, радость нас с тобой разделит. Дарит все твоя красота, чтоб любишь, чтоб ветер развит. Ты не безумкой, гордой царевною можешь пройти над толпой. Помнишь и песню простую, душевную, с честной, нелегкой судьбой. Утром весенним все окна раскрыла ты и улыбнулась в заре. Белой сиренью пешкой быстро крылою ты расцвела во дворе. В чем Россия счастье в твоем? В чем же сила русской земли? Счастье в том, что сердце поет, о твоих просторах давит. В чем Россия жизнь и мечта, радость нас с тобой разделит. Дарит все твоя красота, чтоб любишь, чтоб ветер развит. В чем Россия жизнь и мечта, радость нас с тобой разделит. Дарит все твоя красота, чтоб любишь, ветер развит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова